День Ветеранов Боевых Действий День Ветеранов Боевых Действий Трости, палки для скандинавской ходьбы, дыхательные тренажеры и многое другое В магазине «Медтехника» на Есенина, 72-2, справа от выставочного центра АК Телефон 51-10-15 Возможно, доставка оборудования под заказ День Ветеранов Боевых Действий установили относительно недавно Это день памяти всех, кто воевал за Россию в разных войнах и вооруженных конфликтах Выполняя свой воинский и гражданский долг по защите Отечества В Рязани в этот день провели митинг-концерт на площади Маргелова Неотъемлемая часть России – история ее воинской славы Боевые действия в Афганистане, Сирии, Чечне Многие бойцы тех лет стали героями России Часть из них – посмертна Они каждый раз доказывали, что нашу страну победить невозможно Отчизна всегда гордилась своими бойцами Их мужеством, честью, доблестью и верностью Родине У нас воинские традиции передаются из поколения в поколение И, конечно, во многом это ваши заслуги, уважаемые ветераны Вы храните и приумножаете традиции воинского братства Но благодаря вам наша молодежь знает, что такое защищать свой народ Что такое, что значит по-настоящему любить свою Родину Мы чтим наших воинов Стараемся поддерживать ветеранов Всегда будем это делать, это наш общий долг Во время памятного концерта глава региона наградил ветеранов боевых действий Александр Костров заложил капсулу с землей с места боя 6-й роты Из Аргунского ущелья у подножия мемориала рязанцам, павшим в локальных войнах Каждый из ветеранов выполнял свою миссию Одни – интернациональную, другие защищали интересы Родины на своей земле Поэтому от каждого из нас требуется полная отдача И прежде всего мы, как ветераны, должны содействовать в укреплении гражданской позиции нашей молодежи Юрий Плугин – герой Советского Союза, кавалер двух орденов Красного Знамени За афганскую кампанию награжден тремя орденами и медалями И таких ветеранов много, у каждого из них своя история Начиная с 99-го года, 99-й, 2000-2001, 2002-й, чеченская кампания Потом Сирийская Арабская Республика За верность отчизне полковника в официальной военной операции После окончания училища проходил службу два года в Афганистане В должности заместителя командира мотострелковой роты После вывода войск из Афганистана обучался в Академии И проходил службу на Северном Кавказе Где и приходилось воевать в зоне Осетина-Ингуйского конфликта И в Чеченской Республике Непосредственно я был заместителем командира 131-й отдельной мотострелковой бригады Которая 1 января 95-го года брала город Грозный В завершении памятной встречи к мемориалу возложили цветы Ведь важно помнить каждого, кто погиб, защищая родину И благодарить тех, кто еще с нами Анастасия Арн, Михаил Азуткин, телекомпания «Город» Резонансный пожар ознаменовал завершение первого летнего месяца в Рязани Памятник культуры, дом Калеминых, где в один из периодов проживала семья Циолковских Пострадал от огня Подробности далее Дом Калеминых, так он известен в документах Стал объектом внимания после того, как в Рязанском архиве Историки обнаружили упоминание о пребывании великого ученого по этому адресу Подробно об этом наша телекомпания рассказывала в 2016 году Когда деревянное здание на Вознесенской 40 оказалось под угрозой сноса И стало центром внимания общественности Превратив местную историю в сюжет федеральный Как вспоминал сам Циолковский, мы жили сначала в одном отделении, потом в другом А вот в то отделение, где мы жили, заехали потом белопольские Причем белопольские по какой-то иронии судьбы Люди, в общем-то, тоже имеющие такое косвенное отношение к астрономии Поскольку Петр Васильевич это племянник известного русского астронома Аристарха Белопольского Поэтому вот такой получается космический дом Связь дома номер 40 с семьей Циолковского тогда ставилась под сомнение Дело в том, что в архивных документах точный адрес указан никогда не был А семья Циолковских снимала несколько помещений в усадьбе Калемина в середине 19 века Причем большая часть усадьбы не сохранилась Абсолютно достоверная информация о том, что там проживал Циолковский Другой вопрос, что она как-то нигде у нас не звучала И понятно, собственно, почему Потому что долгое время не могли определить, где конкретно находится тот дом В котором жила семья Циолковских в один из своих рязанских периодов В итоге изучение документов того времени экспертами В 2017 году приказом Госинспекции по охране объектов культурного наследия Дом номер 40 на улице Вознесенской в Рязани все же признали выявленным памятником культурного наследия Как минимум этот дом просто нужно сохранить А в лучшем случае его можно было бы использовать как минимум под музей Циолковского Мемориальный, то есть попробовать восстановить Понятно, у нас есть Ижевская с музеем, но в Ижевской далеко не все поедут А туристы, которые приезжают в Рязань, мне кажется, с удовольствием бы посещали этот музей С тех пор судьба здания была неясна Укрытое баннерами, оно год за годом ветшало И вот на рассвете 30 июня 2024 года случился пожар 30 июня в 3 часа 31 минуту поступило сообщение о загорании нежилого дома на улице Вознесенской города Рязани В 4 часа 30 минут локализация пожара В 4 часа 35 минут ликвидация открытого горения В 5 часов 40 минут полная ликвидация пожара Погибших и пострадавших нет На месте работало 5 единиц техники, 15 человек личного состава В Рязанском отделении ВААПИК Общество охраны памятников истории и культуры отметили, что несмотря на признанный в 2017 году статус, здание не охранялось Там же выдвигается версия о поджоге изнутри В инспекции по охране объектов культурного наследия Рязанской области сегодня сообщили, что здание восстановят Цитата Объект культурного наследия находится в аренде Арендаторы в этом году разработали и согласовали проектную документацию по сохранению памятника Сейчас выясняются обстоятельства и причины его возгорания После пользователь примет меры по его восстановлению Конец цитаты Как подчеркнули в инспекции, сносить и возводить другое здание на месте памятника запрещено законодательству Июль этого года богат на изменения Тут и повышение пенсии, и рост цен, и отмена льготной ипотеки, и новые правила для банков Подробности расскажем в нашем следующем материале Второй летний месяц знаменателен очередным повышением пенсии Изменения затронут граждан, которым исполнилось 80 лет Отметившим этот юбилей в прошлом месяце, в июле прибавят 100% фиксированной выплаты Прибавка к страховой выплате ждет и пенсионеров, закончивших трудовую деятельность Им повысят пенсию с учетом всех прошлых индексаций Повысят пенсии также военным пенсионерам и членам их семей Постоянно проживающим на момент 30 сентября 2022 года в новых регионах нашей страны ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях С 1 июля в России повысят тарифы по жилищно-коммунальным услугам В Рязанской области разом подорожают отопление, холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроэнергия, вывоз мусора По прогнозам Минэкономразвития во всех регионах плата в среднем вырастет на 500 рублей Изменения затронуты банковский сектор С 1 числа в случае просрочки платежа банк в первую очередь будет списывать долг по процентам Затем по телу кредита и только потом возьмет неустойку Ранее было наоборот, именно поэтому основной долг практически не уменьшался А долговая нагрузка продолжала расти По задумке нововведения поможет выбраться заемщикам из долговой ямы С начала этого месяца в России перестала действовать льготная ипотека на новостройки под 8% годовых Программу запустили весной 2020-го как антикризисную меру в разгар пандемии Льготную ипотеку продлевали трижды и это вызвало немало споров из-за подскочивших цен на недвижимость При снижении покупательского интереса застройщики, вероятно, предложат более гибкие условия продаж Однако, по мнению экспертов, существенного снижения цен на новую недвижимость после отмены льготной ипотеки ожидать не стоит С 25 июля в силу вступит закон, согласно которому граждане смогут вернуть деньги, переведенные мошенникам Согласно новым требованиям, банки обяжут проверять подозрительные переводы более тщательно Клиент получит украденные средства в полном размере в течение 30 дней, если счет мошенников находится в спецбазе Банка России Деньги также вернут, если клиент не получил уведомления о переводе и если карта была утеряна и ею воспользовались без ведома владельца Правда, в последнем случае нужно заранее предупредить банк о том, что карту использовали без согласия владельца В противном случае банк имеет право не возвращать деньги Материнский капитал в России появился в 2007 году Тогда сертификаты выдавали на родившегося или усыновленного второго или последующих детей А с 2020 года маткапитал выдается в стране при рождении первого ребенка Право на маткапитал подтверждает именно сертификат И способов, как его потратить, множество Самые популярные направления для использования средств маткапитала в регионе – это покупка жилья Правда, есть нюансы Например, использовать его можно, когда ребенку исполнится 3 года Есть исключения Например, первоначальный взнос на ипотеку или погашение основного ипотечного долга В этом случае воспользоваться средствами можно сразу после появления малыша или усыновления Распорядиться средствами материнского капитала удобнее всего в электронном виде В личном кабинете на портале госуслуг Также заявлением можно обратиться и лично в ближайшую клиентскую службу социального фонда или многофункциональный центр Важные условия, чтобы жилье находилось на территории страны и было пригодным для проживания При этом ремонт в перечень работ по улучшению жилищных условий не входит С начала года более 1800 рязанских семей улучшили жилищные условия за счет средств материнского капитала На эти цели региональное отделение социального фонда направило более миллиарда рублей Деньги маткапитала можно потратить на образование Оплатить обучение в детском саду, школе или вузе Воспользоваться сертификатом может и мать, направив на накопительную часть своей пенсии При этом до наступления пенсионного возраста есть возможность вернуть все средства и направить их на другие цели Другой вариант – компенсация затрат на товары и услуги для соцадаптации ребенка-инвалида И, наконец, маткапитал можно потратить на ежемесячные выплаты Правда, и там есть условия Если второй ребенок родился после января 2018-го, а среднедушевой доход семьи меньше двух прожиточных минимумов В художественном музее новая экспозиция Там выставка религиозного искусства сосредоточена вокруг иконы «Страшный суд» В экспозиции представлены живопись, графика, скульптура и фотография Икона «Страшный суд» – один из самых полных изводов апокалипсиса в станковой живописи 17-го века Визуально ее можно разделить на две части Слева по правую руку от спасителя изображены святые, праведники и их души Справа расположены бесы, грешники и падшие ангелы, которые спускаются в ад Сама икона подсказала идею выставки Дело в том, что это не первый выставочный проект в музее, который посвящен такому памятнику Когда эта икона только была открыта и отреставрирована в центре Грабаря в Москве Выставка состоялась, но эта выставка была сосредоточена вокруг отдельных персонажей и эпизодов Включаемых в иконографию «Страшного суда» И позволяла зрителю просто поближе во фрагментах познакомиться с отдельными участками этого памятника А вот нынешняя выставка – это такая сумма накопленного нами опыта за прошедшие, получается, 15 лет По изучению этого памятника и по включению его в общую историю древнерусского искусства Западноевропейская и русская гравюра – деревянная полихромная скульптура и икона синодального периода Разнородные произведения искусства помогают зрителю составить полное представление о стилистике и семантике влияний, которые отражены в «Страшном суде» Отдельное место в экспозиции занимают лубочные листы Этот вид графики представляет собой изображение с подписью Лубки отличаются простотой и доступностью образов На этой камерной выставке они демонстрируют восприятие идеи конца света в народном сознании Большая часть выставки посвящена собственной истории научной реставрации иконы «Страшный суд» И парной ей как тематически, так и по происхождению иконы «Воскресения, сошествия в ад» В общем-то, вот так всесторонне изучить, понять и прочувствовать этот памятник Было бы просто невозможно без помещения его в музейную среду, поскольку изъят он был в ходе экспедиции в 70-е годы в состоянии крайне плачевном Живопись 17 века была записана слоем 19 века, а лифа совсем потемнела И по большому счету сохранность этой иконы – это большая удача А что касается введения ее в экспозицию самой камерной выставки, мы посчитали это излишним Потому что сама икона «Страшный суд» уже больше 10 лет занимает свое место в постоянной экспозиции древнерусского искусства Экспозиция «Страшный суд» – это настоящее погружение в эстетику времени, которое, безусловно, станет увлекательным даже для искушенного экскурсанта Выставка будет работать до 31 августа Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город» Это были все новости на данный момент Еще больше информации вы сможете узнать на нашем сайте город62.тв и в группе в социальных сетях А на этом я с вами прощаюсь Хорошего вам вечера и спокойных новостей До встречи в эфире! Субтитры подогнал «Симон»